Нужно найти многочлены P2, P3, P4 и так далее от одной переменной со старшим коэффициентом единицы такие, что любые два из них коммутируют И степень P2 равна K? Да, и степень P2 равна K При этом P2 от X получается X квадрат То есть P2 от X квадрата и 0, да Ну, давайте еще раз П1 раз будет равна X В P3 мы уже знаем X куб минус 3X 3 от X Это X куб минус 3X P4, это X мы тоже знаем Это P2 от P2 от X Если мы поставим P3 сюда X квадрат минус 2 то получим X четвертый минус 4X квадрат и... сейчас я не... плюс 2 То есть надо X квадрат минус 2 возвести в квадрат и из результата вычесть да, есть X четвертый минус 4X квадрат в квадрат X умножить на P1 от X минус P1 Ух ты, как вы интересно заметили Ну, не знаю, вот по этим 4 Ну, ребята, с моей точки зрения это можно заметить только если это изначально, знаешь? Нет Нет, это честно Ну, хорошо, хорошо Это... Я бы это не заметил Я бы это не заметил Вот такая информация Но, во всяком случае так Это правда Многочленные вот эти P3 называются Многочленные Чебышева Да И это в высшей степени важная и интересная тема Ну, да, давайте А вот как доказать, что это... Если мы вот задали такую революцию формулу Вот на связь у вас Да Я бы доказать, что любые во многочленные будут комментировать Вот это я уже подсмотрел, как это делается Вот, значит Нужно сказать следующее, что P1 от T, то есть 1PT Это будет равно T1T Ну, это понятно Если вместо Х подставить T плюс 1PT, то да Вот дальше P2 от T плюс 1PT Это у нас T2 плюс 2 на T на 1PT Плюс, значит, 1Т2 на T2 и минус 2 То есть это будет T2 плюс 1T2 Т3 квадратный Нет, не Т2, а Т2 квадратный Да, т2 квадратный То есть это будет 1,9 на Т2 квадратный И с помощью этой революции формулы Можно произносить доказательства Давайте вы это докажете Вот у вас левая доска есть И вы это докажете Ребята, это очень странное доказательство На самом деле Потому что всю эту задачу Можно рассказать гораздо более естественным образом Но, во-первых, оно правильно А, во-вторых, естественное доказательство Тоже у нас сегодня прозвучит Так что Пожалуйста, все запишите Это важно Это важное, забавное Пусть у нас уже доказательство Т в степени N Плюс 1 делить на Т в степени N Да Минус 1 делить на Т в степени N минус 1 Плюс Т в степени N минус 1 Ну, если мы здесь раскроем сколбочку То есть у нас получится Т в степени N плюс 1 Плюс 1 делить на Т в степени N плюс 1 И это правда Плюс 1 делить на Т в степени минус 1 Н вот с этим сократится И плюс Т в степени N минус 1 Н вот с этим сократится Значит, получится это Я понимаю, пожалуйста, вашу проблему Давайте я повторю логическую схему Я боюсь, что часть народа она не догоняла Значит, я говорю за Господа, смотрите Что он делает Андрей Говорит что есть конкретные три многочлена. Надеюсь, к ним нет никаких претензий, так? Это многочлены, которые, ну, даже четыре. По один, по два, по три, по четыре. Даже четыре, вот это четыре штуки. Они между собой коммутированы. Ну, в принципе, это можно проверить, да? Хотя на самом деле они ему нужны только для вдохновения. В чем состоит ему вдохновение? В том, что он догадался, что вот такая формула верна была. Ну, я бы вряд ли догадался, глядя на такие четыре многочлена, что она верна. Но еще, это вопрос вкусный. Вот представьте себе, что он до этого догадался, хорошо? Дальше, при выбранном им способе рассказывать, ситуация такая. Он докажет замечательную формулу, что Pn от t плюс 1t, это t в степени n плюс единица делить на t в степени n. Понятный идея? Докажет вот это просто по индукции. Вот давайте пойдемте на эту доску. Для единицы и двойки. Для единицы и двойки это очевидно он проверил. По индукции вот она. Вот формула. Согласны, что никаких проблем? То есть, предположим, что для Pn минус первого и Pn доказано, тогда, вот, ну, сам ведь просто вот сюда, P вместо x подставляешь t плюс 1t. Почему не страшно подставить вместо x t плюс 1t? Да потому что для того, чтобы многочленные совпадали, достаточно, чтобы они совпали в бесконечном множестве точек. Понимаете? Два многочлена вообще могут равняться друг дружке не больше, чем степень. Помните, да? Многочлена не может иметь корней больше, чем его степень. Поэтому, поскольку, когда вы берете t плюс 1t, если это будет верно для любого t тождества, то на самом деле это будет верно для любого x. Понятно? То есть, вот, делал в общем, в виде t плюс 1t представимо не любое вещественное число. Это правда. Да. Но нам и не нужно любое. Если вы проверили тождество для бесконечного множества, поняли идею? То оно верно для всех остальных. Не бывает, что два многочлена идут сначала, у них совпадают графики, а потом взяли и разошлись. Понимаете? В семье такое бывает, да? Жили-жили-жили, разошлись. У многочленов никогда. Максимум, количество пересечений. Все нормально, понятно? Да. Замечательно. Так, теперь ему осталась мелочь. Осталось объяснить, что любые два многочлена, обладающие таким свойством, что pKt от t плюс 1tt равняется t в степень к плюс 1t в степень к для любого t. И pLt обладает таким же свойством, то на самом деле эти два многочлена коммутируют. На самом деле это очевидно. Смотрите, что такое pKt от fLt от t плюс 1tt? Это же есть pKt от t в степени L плюс 1 делить на t в степень L. Так? Но в качестве t можно взять и t в степень L. Вот в этом равенство вместо t подставим t в степень L. И получится t в степени KL плюс 1 делить на t в степени KL. Продолжение следует...